Добрый день! Ко мне приехало несколько новинок, из них 4 это ВЦА-головоломки. Начнем потихоньку их рассматривать и первым будет X-Man 4x4 Ambition. Саббренд компании Chii. Такая интересная коробочка, белая, лаконичная, по бокам вообще ничего нет. Здесь картинка, но здесь всякая техническая информация. Код товара XMD007. По коробке мы видим, что выпускается в черном пластике и в цветном. У меня в цветном. Мы здесь также можем видеть как здесь, так и здесь новый логотип X-Man. Ранее он был вот такой. X-Man вообще считается главоломкой высокого уровня. Они со всякими современными фишками, все у них самое модное и самое интересное. Почти всегда все было так. Помним только самый первый X-Man был Торнадо. Трешка. Сейчас уже вторая версия вышла. Та уже давным-давно безнадежно устарела. Четверки не было, поэтому это впервые. Видим бокс, как у серии Валк, кубиков белый. И пакетик с чем-то. Здесь карточка. Это, видимо, дизайнер Джим Занг, если правильно произношел. И большая инструкция. Ну, если сравнивать с трешкой, то там Торнадо В2 комплектация немного богаче. Здесь достаточно крупная инструкция. Ambition 4х4 Cube Tutorial. Возможно, полезная и абсолютно бесполезная информация для владельцев головоломок. Какие мировые рекорды, каких кубиков были поставлены. Хотя это, может быть, кому и интересно. Ну, просто половину инструкций этим занять можно было вот так вот сделать пополам. С одной стороны, с другой так. Было бы меньше экономии бумаги. Но как есть. Коробочка, конечно, красивая, но куда интереснее сам кубик. Размер 60 мм, масса 106 граммов, что чуть легче, чем MGC. Ну и по размеру MGC, не помню, 60 мм, тоже кажется, мм. Ну, примерно такой же. Сравним с VRM. Да, ну, размер удобный, компактный, наиболее популярный. Кубик, естественно, магнитный. Цвета ближе к валковским. То есть они отличаются от того же MGC. Оттенки немножко другие. Пластик не совсем глянцевый, он чуть-чуть матовый. Но не совсем никак там у Мьелонгов или у некоторых Ганнов. Внутри сфера из неокрашенного пластика. Мы видим строение элементов. Просвечиваются магниты. Кубик легкий. Прям невесомый. Ну, весомый, конечно. Но легкость чувствуется. А, давайте мешать. Изначально кубик мне совершенно не понравился. Вот из коробки. Но, как я обычно говорю, не стоит судить о головоломке, пока ты не сделаешь на ней хотя бы 100 сборок. Ну, я сделал 100 сборок. И будем какие-то итоги подводить. Конечно, лучше сделать больше. Но пока мне этого хватило. Сравнивать сегодня будем с VRM MGC. И еще я приготовил Valk 4. Он у меня Strong. В самой первой сборке средние слои крутились очень туго. За счет магнитов, либо особенностей механизма. Не знаю, кто тому виной. Но разница между вращением крайних слоев и вращением средних была колоссальная. Это было некомфортно, неудобно. Все лакапило. И было неприятно. Также, если мы будем вращать поближе к микрофону, щелчки при вращении средних слоев постоянно. Либо где-то магнитики неплотно подходят. Это особенность здесь. Либо это просто особенность кубика. Но такой момент есть. Дальше. Крайние слои. Даже после того, как стабилизировалось вращение внутренних, крайние относительно внутренних очень слабо контролируются. Магниты-то есть, но их явно недостаточно. Давайте сделаем одну сборку, чтобы было видно, как это все работает. Соберем белый, желтый. Так, далее. Я вот специально, перед тем, как тестировать Ambition, на MGC, открутил несколько сотен сборок, чтобы вспомнить, как 4х4 собирается, давно не тренировал, и чтобы было удобнее сравнивать. Красный. Ну и понятно, что MGC, конечно, фаворит. Так, что у нас тут? Зеленый. Синя-желтый. Не очень хорошо сделал. Да ладно. Зелено-красный. Так, и вот так. Немножко напутал с ребрами. Еще раз. Так, ребра собраны. Переходим к этапу 3х3. И здесь вот основные проблемы и начинаются. Да, на этом кубике я показал время сопоставимое с нормальными головоломками. Сотка получилась в районе минуты. То мое некое среднее время. Стараюсь, конечно, держать меньше минуты, но не всегда так бывает. Я очень ценю такой показатель угловоломки, как комфорт вращения. При вращении кубик должен приносить удовольствие. Его должно хотеться вращать. Если мы возьмем MGC или тот же VRM, у них с этим все хорошо. Крутишь и наслаждаешься. Концентрируешься именно на сборках, а не на вращении деталек. Здесь же можно крутить быстро, можно собирать хорошо, но именно вращение крайних слоев конкретно меня не устраивает. Слабая фиксация. То ли слишком облегчили детали, то ли слабоваты магниты на крайние слои, либо слишком сильные на средние. Не знаю. Так вот если отдельно повращать, вроде бы не такие уж и сильные магниты. Здесь вроде бы они тоже есть, но контраст наблюдается. И это мне не понравилось. Давайте паритет какие-нибудь провернем. Из-за подобного вращения и во время сборки у меня случаются локапы. Я не говорю, что кубик откровенно плохой, но вероятно он не подходит под мой стиль вращения. Как-то так. Я на данный момент не могу его кому-то рекомендовать. Да, это первый 4х4 от X-Men. Да, он не особо дорогой, хоть и дороже MGC. Если бы из него брать ненужный дорогой бокс, большую портянку с инструкцией, возможно, он стоил бы дешевле. В нем нет регулировки магнитов, каких-то хитрых настроек пружин, чего-то еще, каких-то особых фишек. Это просто неплохой магнитный куб с некомфортным вращением внешних слоев. Мне он не подходит. Если вам нравится MGC или VRM, то возможно X-Men Ambition вам тоже не подойдет. Но если вы любитель Valk 4, я специально его достал, он стронг, конечно, магниты сильные, и внутренние слои гораздо сильнее фиксируются, но здесь, как мне кажется, нет такой сильной разницы внутренние и внешние слои в фиксации их. Но мне Valk 4 тоже не очень подошел из-за наверное все-таки сильных магнитов чересчур. Надо было брать версию облегченную. Чем-то этот кубик мне напомнил Vucuye. Самый самый первый Vucuye, который немагнитный естественно. Был для своего времени кубиком отличным, но естественно немагнитные кубы давно не актуальны. Вот этот чем-то на него похож. Именно вращение крайних слоев почему-то мне вспомнилось. Хотя от Vucuye от первого эмоций положительно было наверное больше. кубик неплохой, но не такой как ожидалось. От X-Men хотелось чего-то прям отличного. Такого что вот это теперь мой основной куб, уходите остальные мои четверки, я буду крутить только на нем. Нет, я наверное докручу на нем тысячу и поставлю на полочку если ничего не изменится. возможно я ошибаюсь, возможно я медленно собираю 4х4 и ничего в этом не соображаю, мое мнение субъективно, наверное так. У кого есть другое мнение обязательно напишите в комментариях. Я не смотрел никаких обзоров на эту головоломку и не знаю есть ли они вообще. Вот он у меня сколько дней уже лежит, пока его потестировал. То что у меня эмоций накопилось вам здесь рассказал. Не рекомендую его к покупке. Да недорогой, да сильно дешевле тех же ганов неактуальных но 4х4. Но сейчас я считаю есть два достойных топовых кубика MGC и VRM. MGC еще дешевле чем Ambition. Ambition стоит меньше 2000 возможно в районе полутора в России не знаю сейчас продается возможно уже да. Если сравнивать по ценам в Китае то MGC дешевле чем Ambition процентов на 20 где-то. Могу ошибаться поправьте. Но это идеальный кубик. Говорят что он попает. То есть из него вылетают детальки. Да пару раз у меня такое случалось. Но эта проблема решается смазкой. Если его долго не смазывать он начинает как-то у него там детальки цепляются друг за другом и может что-то вылететь. Но если его регулярно смазывать как это требуется то проблем не будет. с нескольких сотен сборок я на нем открутил и доволен и готов крутить на нем дальше. ВРМ чуть другое но тоже отличный да это подороже подешевле потому наверное наилучшим выбором для большинства если вы хотите топовый кубик 4х4 будет именно MGC это мое субъективное мнение кто считает по-другому комментарии пожалуйста я не навязываю но мне кажется так да я не собираю за 20 секунд как Фелик Земдекс мое среднее время около минуты я могу там и за 40 собрать редко правда но для меня вот этот кубик идеальный если вам интересен бюджетный сегмент там остаются актуальными 3 кубика Meelong 4M USU 2M и Jelong Mini 4х4 а в топовом все таки Ambition меня не впечатлил MGC наше все но докручу может что-то изменится возможно я не прав остальные головоломки Tornado V2 Dayan Janchi Pro M Squire MGC будут тестироваться пока практически не крутил так что рассказать о них что-то хорошего либо плохого не могу на трешках минимум 1000 сборок на Squire посмотрим по настроению протестирую и поделюсь впечатлениями а на этом у меня все всем спасибо всем пока